В чем оригинальность данной идеи? Во-первых, мы пытаемся установить рекорд Гиннесса, который состоит в чем? Мы должны проехать по дорогам Российской Федерации, ни разу не вернувшись на ту же самую дорогу, проехать более 36,5 тысяч. Дело в том, что недавно совсем наши коллеги из Индии установили новый рекорд, который составляет 36 тысяч километров по дорогам Индии. Мы надеемся, что все-таки Российская Федерация несколько раз больше Индии, и, соответственно, мы перебьем этот рекорд, побьем этот рекорд и проедем 36,5, либо 37 тысяч. Тем более, что наша страна и наши дороги это нам позволяют. Мы проезжаем очень интересные места, которые неизвестны путеводителям, они упоминаются где-то в интернете, но, в принципе, не настолько популярны. Поэтому мы таким образом не только устанавливаем рекорд, не только тешим свое самолюбие, но и делаем что-то полезное для России, для развития внутреннего бизнеса. И мы всегда призывали и призываем наших россиян, жителей Российской Федерации, садиться на свои четырехколесные кони и ездить по России, открывать для себя Россию. Потому что действительно очень огромная, великая страна, которая, к сожалению, не настолько известна своим же собственным жителям. Меня очень сильно удивило и обрадовало состояние дороги М8, которая идет из Архангельска в Вологду. Конечно, очень хорошее покрытие, очень хорошее качество дороги. Конечно, немножко не хватает инфраструктуры, то есть нет достаточно большого количества бензоколонок. Очень большая проблема – это проблема, связанная с туалетами. Я извиняюсь за выражение. Но это, кстати, проблема всей Российской Федерации, не только вашего региона, но и вся Сибирь у нас тоже страдает этой проблемой. Но, с другой стороны, само покрытие удивило. И, в принципе, данная дорога не вызывает никаких проблем, нареканий и так далее. Но у нас, так как у нас задача стоит установить рекорд, поэтому мы иногда съезжаем с этих шикарных трасс и уезжаем в глубинку, уже на региональные трассы. Но там ситуация, в принципе, как бы диаметрально противоположная. Есть места, где хорошее покрытие, есть, так сказать, гравийное покрытие, и не всегда это гравийное покрытие идеально. То есть можно ездить. Есть места, где гравийная дорога очень хорошая, то есть по ней можно хорошо ехать. А есть, конечно, что преодолеваешь эту дорогу на скорости 10-15 км в час, потому что там колдобина на колдобине, яма на яме, и, в принципе, можно остаться без колес и без машины. Но мы стараемся сохранить машину, потому что они еще у нас должны доехать до Магадана. Поэтому, в принципе, центральная трасса, федеральная, просто идеальна. Она там вообще на 5 с плюсом. А вот единственное, не хватает инфраструктуры развитой. Нам здесь все очень нравится. Город Вологда очень красивый. Меня приятно удивило, я первый раз. Я все время езжу в Кириллов, и все время проезжаю в Вологда как-то транзитом так, чуть-чуть. А сейчас я вот, мне очень понравился город, он прекрасный. Сейчас, я так понимаю, восстановлен. То есть и вот старые дома очень, так сказать, гармонично вписываются. Общий пейзаж города Вологда. Сама природа русского севера, конечно, тоже потрясает, потому что вот мы ехали, так сказать, чуть-чуть свернули с федеральной трассы, поехали по Агравийке. Конечно, природа потрясающая.